всем доброго времени суток уважаемые подписчики гости моего канала сегодня на обзоре у меня магнитола с прошлого моего видео улов с барахолки gvc pcw 150 довольно таки быстро у меня получилось его сделать так не откладывая в долгий ящик помыл сделал pm радио перенастроил ну это все потом наверное когда буду разбирать аппарат посмотрим что у него внутри буду это все дело рассказывать теперь давайте быстренько пробежимся по самому аппарату слева направо как обычно двухполосная акустика довольно таки скудненькая левая дека у нас пишущая тут все в принципе довольно таки просто правая дека только воспроизводящие есть у нас кнопочка типа как написано может работать с хромом но честно вам скажу вот даже и вот сейчас вот включу ну я никакой разницы не слышу когда ее нажимаем может быть она только лишь для записи на кассету влияет но наверное пятиполосный эквалайзер кое-как рабочий ну в принципе пытается пытается если бы не он так тут быть наверно звук вообще был страшно кошмарный радио здесь 65 73 но мне удалось его аж дотянуть до 92 все на больше у меня не хватило и форумы читал и много ну если я не умею этого делать то я в принципе особо туда и не лезу 92 92 в принципе радио появилась даже в стерео принимает тут четыре или три станция такое такое и у нас ручка тюнинг и ручка и ручка бен бегунок у нас под стройке под св мв лв волны кнопка power на мордочке и знаменитый надпись супер бас хорн говорится на заборе тоже много чего написано но сам факт надпись есть вот так аппарат выглядит сверху черный классический забыл сказать что именно конкретно этот аппарат седьмой месяц 90 года значит что у нас ручка регулировки громкости и два переключателя выбор под диапазон в радио и переключение тейп тюнер и line in а также high speed здесь есть для перезаписи в ускоренном режиме и маленькая такая симпатичненькая антенка обратная сторона магнитолы разъем под микрофон тюльпан rsi под линейный вход и диновский тоже разъемчик у нас есть тоже вход и переключение fm стерео моно и бит как говорится для записи с аэма насколько мне помнится так не объясняли все больше ничего сзади нет вот так вот он выглядит чем-то вот сзади напоминает бочку то которая базука но это чем-то 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 отдаленно краткий обзор мы и мы сделали аппаратиком давайте теперь наверно вскроем его и посмотрим что у него в кишках внутри заглянем в душу я думаю лучше всего наверно начать с колонок мне они там как не понравилось не понравилось ночью на нас колонок а потом разберем весь аппарат посмотрим раскрутил я левую колонку раскручивается на довольно таки легко вот так вот пополам она разъезжается и что мы здесь видим мы видим здесь один динамик максимум написано 9 ватт на динамик то есть можно предположить что 18 ватт он выдаст ну думаю вряд ли что он выдаст такую мощность аж целых два фазоинвертора вот один смотрите вот так вот сделан он и вот он второй и кусочек тряпочки войлока сзади и на этом вся конструкция колонки заканчивается больше здесь нет ничего я даже удивился очень сильно думал что может быть хотя бы пищалки керамические будут не нету поближе название динамика самого так что вот такое вот меня разочарование ждало здесь в этой колонке вроде как я думал что может быть здесь мощный какой-то динамик стоит мы может быть куда-то может здесь где-то всунули низкочастотный высокочастотник я ничего нет вот так вот дешево но главное размеры главное размеры пластик тарахтит как ну и представляете как она играет также так то что теперь давайте наверно вскроем сам аппарат посмотрим что у него внутри сам аппарат тоже скрывается довольно таки легко откручиваем шурупы сзади открываем подкассетники вот и на себя передняя часть потихоньку потихоньку вот так вот мешает а сейчас секундочку что же мешает мешают накладки накладки сняли и вот так вот передняя часть довольно таки легко и непринужденно у нас выходят и так вот наши кишки любимые значит протяжка тоношин стоит как мне один из пользователей говорил правильный тоношин с полным автостопом вот верхняя часть значит все скомпонована у нас на одной плате вот на этой внутри пустота просто пустота ничего там нету он весь тарахтит дребезжит верхняя часть аппарата в принципе довольно таки все очень просто сделано ничего такого сверхъестественного в нем нет что касается ремонта аппарата скажу так получил массу удовольствия очень все сделано просто очень хорошо везде доступность лпм к снимается тут раз два три восемь шесть шурупов один винт вот здесь вот а протяжка на себя выходит всего четыре пасека один мотор вот значит что еще хотел сказать а насчет пасеков разобрал и как получается значит четыре пасека два пасека от мотора два пасека на перемотке вот те которые на моторы пасеки все нормально живее всех живых ну как под растянутый я их поменял но те которые на перемотку в кашу в кисель превратились сколько я времени потратил вы себе не представляете на чтобы все это дело отмыть а так в принципе больше все а еще значит уже когда собрал полностью аппарат включаю не работает вообще не работает ничего не работает то есть светодиод светится ничего не работает что и только не делал почему-то я не знаю почему у меня галкнулся вот этот разъем на наушнике все ни в какую не то что ни в какую вообще не в какую пришлось его тут аккуратненько сейчас я даже возьму вот так вот перемычки этом поставил две штуки на этом все закончилось не стал я искать нигде такой разъем не хочу смысла нет никто с наушников его слушать не будет что касается радио игрался я с этим гетеродином начитался много форумов литературы убрал один виток с гетеродина подпаялся до появилась у меня до 92 с конденсаторами пробовал играться не получилось я честно скажу так до 92 он дошел у меня и слава богу больше в принципе от него не надо вот там есть четыре или пять станций в принципе радио принимает ну и слава богу это все что касается внутренности этого аппарата честно скажу пустой вообще пустой то есть если кто-то захочет сюда что-то еще поставить ту же mp3 или еще или какой-нибудь еще один усилитель пожалуйста место у тут у меня он рука залазит видите ничего в нем нет ну что ж в заключение давайте его на немножко послушаем и потом я общее мнение свое личное скажу никому не навязываю опять таки ну давайте кассеты в принципе вот если спокойная музыка вот наподобие инструменталки он еще и пытается как-то и играть вот но если поставить более тяжелое он уже не справляется громкости ему не хватает вот это от максимум он уже на максимум начинает запираться что касается радио радио ну видите я не смогу здесь быть говорится честным до конца потому что все таки я его переделал но то что я сделал радио принимает довольно таки сносно стерео не горит потому что я там забыл включить тумблер ну я бы дал так шесть наверное из десяти по радио но опять таки его надо настраивать дальше что мне понравилось в аппарате в аппарате мне понравился чем-то дизайн для 90 года я считаю что это довольно таки красивый аппарат был да он и сейчас довольно таки хорошо выглядит вот что еще понравилось да наверно в принципе больше ничего кроме как дизайн а ну так же ремонтопригодность очень приятно его было ремонтировать очень хорошо разбирается просто без всяких заморочек то есть получал одно истинное наслаждение больше в принципе хорошего за аппарат сказать мне нечего довольно таки непосредственно играет дешево звука нет но есть эквалайзер еще кое-как можно им подтянуть нужен ли он в коллекции в коллекции наверно нет где-то поставить чтобы он работал на кухню большой в гараж как-то жалко не знаю в бане поставить сгорит не знаю ну для меня аппарат ну такой вот он не рыба не мясо напоследок хотелось сделать такое умозаключение вот представляете в девяностом году его наверно в советском союзе продавали но рублей наверно за 500 то не на на больше на на рублей за 800 может быть под тысячу и представляете какое было разочарование человека когда он его пришел домой включил хотел вот вот этот звук такой бы хороший а звука нет и самое что плохое что его отсюда наверно никак и не вытянуть но на этом в принципе буду прощаться аппаратик хорошо отмылся чистенький красивенький практически без следов эксплуатации всем спасибо до свидания подписывайтесь на канал ставьте палец вверх всем мира добра напомню с вами был я магнитофон gvc модель pcw 150 пока пока